Телеканал Самара Гис совместно с ветеринарным центром Флагман Вет продолжают уникальный проект Зоопатруль. Мы рассказываем о животных, попавших в непростые ситуации и о людях, которые им помогают. Съемочная группа нашего телеканала выезжает вместе со спасателями, а также навещает четвероногих друзей, проходящих лечение. В Самаре есть люди, которые никогда не пройдут мимо кошки или собаки, если им нужна помощь. Бездомному животному не только дадут крышу над головой, но и окажут медицинскую помощь, проведут курс реабилитации и постараются найти новую семью. За 9 лет работы сотрудники центра Флагман Вет спасли сотни животных, сотни приютили. В этот раз зоопатруль расскажет о том, как приют для животных может помочь хозяину вернуть пропавшего питомца. Бекченбой взял собаку Сали маленьким щенком и три года она всегда была с ним рядом. Переезжала с места на место, сопровождала на работе. Последнее время они жили в старом центре Самары, где в уютном дворике у собаки была будка. В феврале у Сали родились щенки, но вскоре хозяину пришлось срочно уехать. Присмотреть за собакой пообещали соседи. Она у нас во дворе жила. У нее будка была, да? Да, будка была, все было. Она у нас жила, и я уехал на неделю. Оставил собаку с соседем, и все, корм все было. И соседи тоже на работу, что ли, уехали. Я приехал, собаки нету. Соседи спрашивают, сказали, не знаю. В те дни кто-то обратился в службу отлова, попросив забрать собаку со щенками в приют. Отловщики приехали по вызову и, не обнаружив хозяина собаки, выполнили требования закона. Аккуратно погрузили маму и деток в машину и отвезли в приют. Там собака смогла выкормить малышей, после чего их отселили, а маму стерилизовали. Затем Сали сделали все необходимые прививки, поставили на ушко бирку, но выпускать на прежнее место жительства не стали, поскольку никакой информации о хозяине животного не было. Так Сали осталось дожидаться своего человека в приюте. Соседи нам сообщили о том, что владелец есть, что он уехал. Мы оставляли у себя в голове вариант того, что он вернется и что после какой-то разъяснительной беседы мы сможем все-таки эту собаку вернуть конкретному человеку. Выпустить ее обратно в данном контексте было бы также возможно обречь ее на какие-то неприятности, потому что ни соседи, ни кто иной не мог бы контролировать процесс ее жизни. Тем временем Бекченбой продолжал поиски Сали. Сильно переживали и дети, и мужчины. Он не знал, куда обратиться. Обзвонил разные приюты. И только в мае ему подсказали обратиться в ветеринарный центр. Он работает вместе со службой отлова. Там хозяину Сали подтвердили, что с собакой все в порядке и готовы вернуть ее при заключении договора ответственного владения. Младший у меня плакает, говорит, что собаку привезти. Я не говорил, что собака пропала. Я всегда говорил хорошо и спасибо, что нашли собаку. И они теперь радуются. Увидеть собаку, радуются, все, играют. Я звал по имени Сали. Она сразу узнала и прыгала на мне. И сразу я открыл дверь в машине. Она сразу забежала туда. Она в машине любит кататься. Состояние было нормально, хорошее. Вот так, как есть. Вот так и была. В приюте хозяину Сали разъяснили правила владения животным. Обратили особое внимание на то, что собаку нельзя оставлять без присмотра или отправлять на прогулку одну. Биг Чунбой сказал, что больше не оставит Сали без внимания. Вскоре он планирует поехать в Узбекистан и любимую собаку возьмет с собой. Отъезд и бесконтрольное оставление животного без собственного внимания не может гарантировать никакой его безопасности. И то, что так произошло, что она оказалась у нас, она дождалась этого момента, ну это, наверное, скорее, да, хэппи-энд. Эта история далеко не единственная, когда хозяева после долгих поисков обнаруживают своих питомцев в приюте, где они получили необходимый уход, лечение и заботу. Зоопатруль расскажет их в следующих выпусках. Желающие стать хозяевами собак или кошек могут связаться с сотрудниками ветеринарного центра «Флагман-Вет» по телефону 8 961 387 93 12. Они расскажут и научат, как ухаживать за четвероногими друзьями. В рамках проекта «Зоопатруль» корреспонденты телеканала «Самара ГИС» вместе с волонтерами выезжают туда, где четвероногим друзьям человека требуется помощь и показывают, как спасают животных. Стоит помнить, за жестокое обращение с братьями нашими меньшими грозит уголовная ответственность. Максимальный срок наказания составляет 5 лет лишения свободы.